Будь умнее, точнее и быстрее, преодолевая усталость. Такие задачи ставит перед бойцами тактико-циклическая стрельба. Для сотрудников спецподразделений ОМОН и СОБР это одно из важнейших качеств. В Рязанской области на базе управления Росгвардии открылся филиал Федерации тактико-циклической стрельбы России. В связи с этим бойцы СОБРа и ОМОНа управления Росгвардии провели первые соревнования по этой дисциплине. Тактико-циклическая стрельба основана на том, чтобы человек после усталости своей, после передвижения, после каких-то либо препятствий, он еще должен выполнить последовательность, запомнить ее и выполнить последовательность. От каждого спецподразделения в соревнованиях участвовало по пять человек на лучшие из лучших. В самом начале боец получает билет, на котором написано четыре цифры. Порядок стрельбы у так называемых портов. Эти цифры сотрудник должен запомнить. Первый этап переноска раненого, после которого боец ведет огонь из укрытия ровно в том порядке, какой ему достался в билете. Следом преодоление полосы препятствий и стрельба из укрытий в неудобном положении. Все это накапливает усталость у бойцов. И для четкого выполнения всех упражнений нужно сконцентрироваться и мобилизовать все силы. Бойцам он необходим, я считаю. Они в первую очередь не просто выполняют упражнения, которые обозначены в наставлении по стрелковому делу и в курсе стрельб. Здесь они тренируют свой мозг. Не только тренируют мозг не только в попадании в цель, а также еще в последовательности каких-то действий. Все этапы каждое спецподразделение проходит под контролем судьи по одному с общим зачетом времени. Оценивается как командный, так и личный зачет. Общее время складывается из времени прохождения всей команды, к которому прибавлялись штрафные секунды, запромах мимо мишени и нарушение правил упражнения. В соревнованиях победу одержала команда СОБР. В будущем планируется проведение открытого чемпионата с приглашением других силовых ведомств. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.